Продолжаем наш азотский сериал. Набережная, центральная, помните? Эти столбики, фонарики еще не повесили. Видите? Зонтики. Еще не обули, как говорится, в эти шторочки. Соломку, короче, не подстелили для вас еще. Не ждут вас сильно на морюшке. Так, сколько время? Четыре часа. Четыре часа дня. Сейчас покажу вам центральную эту аллею Счастливцева. Ну, а что-то показать, собственно говоря, все, ничего еще не работает. Генни, спросишь, даже вчера мы ходили в Теремок и в еще супермаркет. Как он называется второй? Не знаю. В общем, второй супермаркет, который в центре. Оба они не работают. И еще. Будут с третьего числа вроде бы. Валера, он идет, фоткает всех. Здесь кафешки, видите, все еще готовятся к вашему приезду. В общем, выключаться не буду, вы будете все смотреть, чтобы вы видели все своими глазами. Где Валерик? Так, друзья, конечно, я очень рада, что вы думаете, что мы дети миллионеров и будем здесь все лето. Но нет. Кино закончится именно тогда, когда у нас закончатся финансы. Так что, если вы хотите, чтобы мы побольше здесь пребывали, не забываем оказывать материальную помощь каналу. Карты в описании, под каждым видео моя. И в описании канала. Не стесняемся. Так, ну и вот, собственно говоря, помните этот пляжик центральный. Вон там люди. Ну, людей немного, но уже подъезжают. Подъезжают, подъезжают кафешки вон. Достраиваются. Мы бегали в ту сторону. Там тоже все, видите, все, что-то пилится, все, что-то делается. Ну как. Все, конечно, мы для вас снимем. Читаю ваши комментарии. Спасибо вам за лайки. Так что продолжаем ставить лайки, обязательно писать комментарии. Мы вас тоже очень любим, очень ценим. Приятно видеть все те же знакомые имена, как говорится, и фамилии. Так, вот, собственно, мы как раз уже вышли на набережную. Ну, соответственно, из-за того, что кафе не работает, цены пока снимать не будем. Ну, на готовый будок, пирожки, в общем, ничего этого нет. В супермаркете, как я сказала, не работают. Мы сейчас поедем на базаре, цены покажу. Жилье, что касается конкретно жилья. Просто кто новый тут не знает. В прошлом году мы сталкивались уже с этой проблемой, обзором жилья. Если вы не хозяин, мы не пойдем ни по какому адресу. Люди не любят, чтобы снимали их жилье. Ну, кто-то вообще не хочет, у кого-то своей, может быть, на этой причине. Поэтому, если вы не хозяин или хозяйка, то мы не сможем показать вам это жилье. А так, если вы хозяин или хозяйка, мы уже на рабатской стрелке. Пожалуйста, пишите нам в инстаграме, в фейсбуке. Мы приедем и можем снять ваш отдых, показать, чтобы увидели люди. В общем, у вас будут клиенты. Так что не стесняемся, обращаемся. Мы здесь пока. Так, вот кафешка какой-то, дом мяса. А, уже работает, кстати, единственное кафе. Да? Да? Узнали. Так что теперь сюда приходите. Теперь сюда, да? Да. Мы переехали. Вы переехали? Нет, мы не переехали. Вы переехали, да? Да, мы переехали. Перша. Это у вас единственное кафе, наверное, которое работает, да, сейчас? Нет, еще не работает. Еще тоже не работает. Да. А с какого вообще здесь начнется? Вы с субботы. С первого, да? Да. В общем, с первого числа уже можно приезжать. Мясо будет? Ну, хорошо. Нет. Сладкие. Сладкие булочки, да? Будет мясо. Правильно. Ну, удачи вам. Пойдем мы пройдемся. Хорошо. Хорошо, спасибо. Мы уже не работаем. Так. Пойдем дальше. Здесь это строится. Что-то будет. Так, про жилье. Так, все понятно. Кому надо, покажем. Зовите, приглашайте. Так. Что-то еще хотела сказать. Значит, по ценам на продукты здесь сейчас Ливцево. Базарчики работали. Мы вчера, я говорю, пробежались, так бегло. Базарчики работали до обеда, наверное. Ну, поэтому мы ничего не поснимали. Единственное, что рядом, возле нас, где мы живем, есть магазинчик. И сегодня я варила борщ. Украинский борщ. Так захотелось борща. Вкусный борщ был? Твой? Да. Сейчас скажу, сколько он мне обошелся. В общем, я купила одну капустину молодую. Молодой бурячок. Молодую морковку. Четыре большие такие молодые картошки. Одну луковицу. И пол-литровую банку томатной пасты. Мне все это обошло 78 гривен. Мясо у меня было из дома. Замороженное. Кусочек свинины. Зелень была. Так. Ну да, вот получается 78 гривен. Мне обошелась кастрюля борща, как говорится. Поэтому дома питаться, конечно, дешевле. О, работает кафешка. Вот, видите, вот эта кафешка работает. Азиз. Вот это еще все не работает. Пончики вот здесь были в том году. Нет рыбных. Ну, как видите сами. Мы все снимаем сейчас одним кадром. Чтобы меньше ноутбук напрягался. Интернет, конечно, здесь не очень. Что-что, а интернет не очень. Валера, короче, заделался фотографом. И, кстати, будет... Ну, наверное, пока мы здесь будем. А мы еще какое-то время здесь будем. Будем фоткать. Фоткать. Так что, если желаете на профессиональную фотосессию, обращайтесь. Вам фоточки, а нам материальная помощь каналу. Так. Вот кафешка еще. Тоже открывается. Здравствуйте. Так, тоже не работает. А вот вам реклама жилья. Здравствуйте. Можно к вам на обзор жилья? Зайти. Там закрыто? Открыто. Привет. Узнаете? The best. Вот здесь такой, помните, базарчик. Должен быть. Ничего еще нету. Вот такую вам дороженькую тут сделали. Да, Валер? Так, а что я хотела сказать? А, мы хотели, вы спрашивали про цены на жилье. Цены на жилье в этом году чуть-чуть поднялись. Эконом варианты... Это не про вас пишут? Пишут сейчас? Сейчас пишут уже? В том году я читал. Да. Так, в общем, цены на жилье в этом году. Эконом вариант 150 гривен человеку. Вот. Это, по-моему, июль. До 20-го. Нет. Честно говоря. Короче, 150-200 гривен это эконом вариант человека в самый разгар. А люкс... Ну, я слышала тысячу, полторы тысячи номер. И мы хотели, помните, нашу гостиницу The Best, в которой мы отдыхали. Кстати, в которой нам очень понравилось. У нас на канале есть видеообзор ее. Сейчас там чуть-чуть произошли изменения. Они достроили третий этаж. Мы хотели вам ее показать в качестве жилья. Но они еще не готовы. Там еще идет чуть-чуть строечка. Вот они буквально неделька, и они уже откроются. И мы тогда уже вам конкретно снимем. Вот у них жилье будет. Это со всеми удобствами. Ну, то есть туалет, душ. Все в номере. Ой. Сколько я говорила? 800 гривен трехместный номер. 800 гривен будет трехместный номер. То есть, в том году они сдавали 250 гривен с человека. В этом году получается на 50 гривен поднялся. За трехместный номер. Вообще. С учетом того, что у всех... Почему подорожало жилье? Отвечаем на вопрос. Потому что, вы сами знаете, у всех подорожал свет, газ, вода. Правильно? Соответственно... Ну, да, да. И эконом жилье подорожало. Ну, и спрос в России тоже. Кстати, вот еще один супермаркет. О, вот наш теремок. Помните, да? Супермаркет тоже еще закрыт. Мы видим кассы там. Ну, только-только-только все начинается. Ну, в 15-м, в 10-м. Да, я думаю, мы же говорили, с третьего уже откроются. Как они так все тут... Они тут, конечно, умеют так строить. Я вообще-то удивляюсь им все. Вроде еще, знаете, как у нас там в Халифе. Да, стройка какая-то идет. Идет. Идет эта стройка. Идет. У них тут... Я сейчас зашла, смотрю, там, кажется, еще... Блин, как они успеют? Они говорят, да сейчас за три дня все разгребем, уберем, все вымоем, все выбираем. Так что вот так вот прогулялись. Видите? Центр все сливцево. Просили, пожалуйста. Ну, а вот это что-то под камыши тут были разгребны. Были. Все достраивается, все строится. В общем, все. Смотрите следующее видео. Не забываем ставить лайки. Кто не знает, это мы делаем погоду. Каждый смайл и поцелуй для земли во благо. Эй, ребята, мы одно, целое с природой. Мир засохнет без любви. Мир засохнет без любви.